А ну, чики-брики в дамке! Оу май! Так, ребята, что ж, а теперь мы приступаем к тому, что я сейчас, у меня заказали еда. Пизда. Что ж, ребята, новый сериал смотрим, так скажем, по заказу. Южное небо, номер 4. И снова в болото. Здарова, ребята. Здарова, скипаю. Сразу четвертая серия. 14 минут, ребята, идет. Что тут, мать вашу, вообще произошло? Дверь запили, блядь. Только же поставили. Они сбежали, убили некоторых. Вы что, не смогли сдержать парочку сталкеров? Вы все проебали? Привет, как дела? Заткнись на хрен! Э, ладно. Овер блюд, привет, как дела? Заманал! Вау, сме-дефлексы! Овер блюд! Они забрали документ и фотки, связанные с делом о ренегатах! Что? О, о, мой бог, мы английские. О, хелло, мой друг. О, кстати, анимация даже получив урны будет, наверное. Ну да, ну... Ну, чувак учился, чувак учился, заметно. Знал от кого учиться. И как переплюнуть своего учителя. Вы понимаете, что будет если эти документы доберутся до Лебедева? Идиоты! Найти их! Срочно! Вот что значит, что учили конец время. Вы зовете поисковую группу Капитана Кузнецова. Пусть помогут нам найти их. Трак точно, товарищ лейтенант. Трак точно, товарищ. Генеральный миссимус. И с кем из Ингланд. Нет, мой учитель не Ворон. Ох, нихуя себе, а кто же? Это вы сами его учили? Ёбаный влот! Вот это респект за вас! Мой парень русский! Да, они хороши! Ох, это хорошо, это хорошо! Ох, это хорошо! Ох, это хорошо! Ох, это хорошо! Ох, это хорошо! Блин, я думал, что нам конец! Ох, это произношение слов! Говорю, что произойдет что-то не то! Ладно. Главное, что мы успели схватить какие-то документы. Вдруг там есть что-то связанное с ренегатами. Надеюсь, я туда больше не ногой. Давай передохнем. И занесем эти документы лебедево. Думаю, он даст нам хорошую награду. Да ты не шаришь за игру на гитаре, затвор! Да ну, а если так? Ну ладно, убедил гитариста хренов. Как? Сломал Nokia! Блин, я даже микрофон уебал от удивления. Кто не услышал, ребят? Спустя некоторое время. Как там тебя, Лютый? Спасибо за помощь. Без тебя бы мы там все и полегли. Да не за что, мужики. Дай бог свидимся еще. Да эти военные. Они мне когда-то успели насадить. Бродяга. Нихуя себе ебнутый чел какой-то. О, пацаны, сейчас будет драка между этим бульбоебом в очках и каким-то шизоидом. Блять, охуя, я его пересвлющила так. Блять, ладно, это хорошая отсылка. Ладно, это хорошая отсылка. Он сломал Nokia, потому что это более новая версия. Ааа, ну тогда да, логично все. Ну, ладно, это прикольная отсылочка. С чего ты взял, что тот сталкер белорус? Потому что он дрич, прямо как ты. И вообще, мы сейчас находимся в какой-то южной духоте. Вот так бы всегда. Деду не хуя, блять, заниматься в своей берлоге он и занимается хуя. Блять снова. Ну да, уж интересное приветствие. А? Будь осторожнее. Бродяга Крюхи поехал. Меня, кстати, вон дома... Так, это же не региональный Мокин. Ну да, я понял. Я заметил. А сфига ли он таким стал вообще? Не знаю. Он про какие-то голоса в голове не говорит. Да ведь буквально по-русски назад он был нормальным. Поначалу он вообще один хотел пойти к центру зоны. Но мы его не отпустили одного. Без нас об этом просто погиб. Ладно, мужики, мы погнали. Удачи вам. Вы идите в жопу, а я домой. Ладно, пацаны, погнал. Но будьте осторожны. А военный не остановится после того, что вы сделали. Знали бы вы, что они сделали с Лютом. Видимо, эти военные нехило поднасрали в жизни Лютого. Может быть, он из-за этого такой мрачный? Ладно. Как-нибудь потом расспросим его об этом. Ну все, это селебродяка монолит, но ему похоже. Он, небось, заждался документ. Ебнутый немного, слегка. Аж клинит чело. Так, хорошо, давайте их сюда. Товарищ Кобелев, мы попали под обстрел военных и чуть там не полегли в плену из-за этих бумажек. Так что уж не подступитесь с наградой. Да, награда вам хорошая найдется. Могу дать вам комбинезон новый и 7000 рублей. Выбирайте, кто что возьмет. Не, мне мой комбинезон нравится. Только вот починить его надо бы. Возьму деньги, пожалуй. Тогда я возьму новую снарягу. Хорошо, награду вам выдаст торговец. Идите, заберите и подойдите потом обратно. Я пока прочитаю то, что вы притащили. Ладно, беру свой слой. Ты блять. Ебать, я даже не ожидал что-то такой рецепт реально есть. Но так вот. Что там получается, посмотрим. Белорусские рецепты. У нас в чайном чистый контурн. Блять, слушай, вот ты сук неж не жрать хочу, а тут кадр блять с тем, как готовить дрочон. ухуй драченый приобрело новый смысл так давай без лишних слов выдавая нам награду о котенка я узнаю так кто не заметил забыл как зовут котика но это по-моему с южного парка краски и бать ты даже на мелочи блять и бать и конечно над мелочи мы даже запариваешься реально над фоник его тот же этот слоу-моушен слюня а пикси пикси точно пикси я совсем за я имя то забыл я-то знаю чуть за котенок откуда он но имя-то я не запомнил помню про кулинарную книгу в которой рецепты содержим русской семьи скажем так для пирога к примеру конченый пирог вам обеспечен из какого комикс его начать не понял не было бы лень так запариваться на самом деле вау какой стильный мужичок пирог здесь не только шагил мне надо было да блять я не могу же это мой новый комбинезон комикс называется а пикси брут блять точно точно спасибо рыбак а помнишь как ты золотую рыбку поймал на удочку конечно помню классно было а ты дурочку до сих пор с собой тягаешь да конечно тягаю я же раньше рыбаком был зачем она тебе сейчас с собой ты же все-таки детектор купил да не твое дело а я вот до сих пор помню как ты хотел пасть мутанта а попал в тенку причем не какой-нибудь там пулькой поэма а страны дробью мог бы уже прицелиться нормально отвечала смотрю stalker валять сюда б чут они какие-то грубые для чистого неба они обычно добродетели там и прочих у меня максимум изучают зону хули не такие грубые и для этой или это альтернативный силен так скажем товарищ лебедя что в документах прочитал я это все стало ясно кто с вояками начал сотрудничать ренегат по кличке клещ клещ это тот который сосет летит прямо но в итоге он стоит как-то ладно это анимация окей всякое бывает но все равно сделано прикольно без шуток здесь хотя бы поработанная хуйня есть везде есть свои засранцы ну да где он находится последний раз его видели у северного хутора крови это кровь и спали ну ладно удачу в дороге обычно у тебя лицо как будто бы ты афганскую войну прошел а сейчас взволнован этот клещ он тот из-за которого я пришел в зона южный он сделала в общем не нужно найти наказать да так чтобы он остался инвалидом это кетчуп окей ладно я помогу я чисто не доел шашлыка такого блять клещ нахуй на блять решил приебаться такой а бля ты не клещ я хотел мелкого пизюка убить у терного клеща ну тебя буду кличка чем поверь это тварь должна поплатиться то что забудь короче нормальной бутылки не было ну вот нахрена на тебе в зоне ты с ее помощью не поймаешь еды да ну а если поймаю вот отсылочка где было нифига а как это ты сделал да я сам не знал что она так умеет в душе не буду видишь что-нибудь клеща не видно но вижу что они перекладывают какие-то вещи в дома что-то связанное с клещом до рыдаю с этой бутылки почему-то комично блять я вообще я вообще даже не замечает тех деталей которые вы видите какая бутылка не знаю а моя бутылка блять и сука заебалась а это что я вообще на работе и купил и хлебал только с нее по сути да и не было нормальных однолитровых бутылок поэтому что за пить надо туда залезть и посмотреть убьем всех по-тихому шума и пыли мы где-то успел эти пистолеты надыбать они у меня давно в портфеле мы еще со старым другом бегали с этим пропустил уже ну ладно хуйся столетами если если это отсылка не особо важное то ничего страшного а если это отсылка к чему-то интересному тогда можно отмотать посмотреть а следующий стриме будешь пить из бутылки для кулера а ладно ступай с одной стороны с другой защищаем по-тихому не ну смотришь кстати пишут их бодро то есть сразу идет ой косоглаза точнее ёбаный брод ну слушай никто не уйдет моего могучего взора мои братья и ренегатовцы говорили у него какая особенная модификация для пушки то бинокль что у меняю суперспособность смотреть на восток и запад одновременно не даром меня прозвали козьи глаз не потому что ты срёшь шариками братан они из твоих глаз я крутой вот все из долг твою мать ты чингис я посмотрю на вас пока выбрать да как же я обожаю старые мемы блять даже когда их использовать довольно таки этот ностальгирующий даже альбасе да как ты давай просто загибать чингис опасный нахуй к маленькому дереву привязал челика не в этот дом тут кодовый замок чингис я на днях нашел п.д. с клиника да это ж п.д. а клеща не зря бродяга его починил 2912 породку чингис чё кто там блять еще и звук такой ума нахуй окей какие-то челики я так понял там чингис типа был да если судить по прическе да как будто это чингис какая-то тёлка и блять мне это чел кого-то напоминает блять а вот кого именно это и так и не вспомнишь андрей некий танцы наносин длинн тэн и дженкис да вот кстати то ночь ворен сошму на смену силами сик понятненько дым все на это они что то есть у нихуя себе неплохо тогда на тебе слушай хорош хорош он похож на чеса пожирневшего скорее чеса но нет на кого-то другого конкретно я вот даже не вспомнил их было три их было 4 4 пацана они были нерзлейка как бы у него да что то есть еще ребят сцены после титов как у marvel и деси чернобог можешь собирать своих людей скоро чем из него дружок поют в сторону рыжего леса нихуя си чу замутированный чел из чистого неба ну как его вернее было бы сказать фиолетовые глаза почему не шоколадный ну слушай ну прям хорошо а ну да я не показал слушай хорош хорош неплохо я даже лайк пожалуй выреплю очень неплохо мне даже мне понравилось шуток достаточно посмеялись ну и сюжет какой-то интересно окей можно было бы глянуть на самом деле с первой стиле но это пожалуй я с на следующем стриме гляну как раз ки год назад то есть ты не так давно этим начал заниматься клещ очень любит сосать я пропустил тут она не выявилась да походу так и есть